В эфире телеканал Лоба информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В правопорядок в городе под контролем участковые полномоченные полиции отчитываются о проделанной работе за год перед общественностью. Лобинские казаки почтили память погибших казаков в результате геноцида в 1919 году. Панихида состоялась во всех храмах. Эта служба и опасность трудна. Студенты побывали в отделе МВД и познакомились с деятельностью сотрудников. Лобинские участковые отчитываются о работе. Эта практика существует в Лобинском районе уже несколько лет и помогает решать вопросы охраны правопорядка совместными силами с общественностью. Подробности у Татьяны Щукиной. Работа участковых тесно связана с деятельностью органов территориального самоуправления. Ведь общественники лучше всех знают жителей своих кварталов. А совместно с полицейскими проще разрешать проблемы и выходить из сложных ситуаций. Очередной отчет состоялся с активистами третьего и части четвертого микрорайонов. На мероприятие собрались представители ОМВД, председатели квартальные и жители микрорайонов. Мы находимся в центре города. Рядом у нас опорный пункт в парке. И участковые с нами очень тесно взаимодействуют. По любым вопросам, так как и мы с ними, и они с нами, по любому вопросу мы взаимодействуем. То ли это вызов, то ли это выяснено по заявлению. Я считаю, что работают они более чем удовлетворительно. По моему мнению, и я лично с ними очень тесно взаимодействую. По любому вопросу я звоню, я отказа ни разу не слышала, чтобы сказать «нет, я не могу». Мы стараемся в самых таких критических случаях вызывать. Вообще участковые взаимодействуем очень тесно. Есть несанкционированные свалки, которые и выходим, и дежурим. Много вот таких всяких, чтобы там драки или каких-то таких у нас нет. Ну а в основном участковые помогают нам порядок создавать на квартале, следить за порядком. Итоги года подвели участковые, обслуживающие центральную оперативную зону Лобинска. Микрорайоны в городе крупные, работать приходится много. И несмотря на общие усилия, проблемы остаются. Есть у нас такой контингент населения, которым, как вот по Карлу Марса-133, есть там у нас, я не буду называть фамилии, что как и одних заявлений, необоснованных 39 заявлений в течение полугода, так и, ну скажем так, они очень терроризируют жителей этого дома. И приходится вызывать не только наряд полиции, участковых, но даже и пожарную охрану. Проблемная, проблемная территория. Ну в чем? В том, что люди у нас не хотят с нами взаимодействовать и работать. Вот проводим субботники систематические, где у нас большие свалки, вот в основном, ну долгие свалки и большие. Убираем, разбиваем клумбы, садим цветы. Ну, не хотят они с нами участвовать, конечно, все, как бы, моя хата с краю. К участковым мы обращаемся, когда мы ничего не можем сделать уже с этими свалками, когда у нас есть конкретно кто туда выносит. Участковые в своих докладах подробно рассказали о проделанной работе. Полицейские доложили информацию о количестве зарегистрированных на обслуживаемом административном участке правонарушений, показателях раскрываемости и проводимых профилактических мероприятиях. В соответствии с требованиями приказа Министерства внутренних дел ежегодно на территории уже района традиционно проводятся отчеты перед населением участковых уполномоченных полиции. Мы заслушали пятерых участковых уполномоченных, которые отчитались о своей деятельности, обозначили основные проблемы, возникающие при осуществлении трудовой деятельности, и им дана оценка их деятельностям жителей микрорайонов. В результате встречи и опытные, и только начинающие работать полицейские со стороны общественников и населения заслужили положительную оценку, проведенной за год работы. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». 24 января во всем мире почтили память казаков, погибших в результате геноцида казачества, развернутого большевиками в 1919 году. Его жертвами стали, по самым скромным подсчетам, более трех миллионов представителей казачества, от новорожденных детей до седых старцев. В этот день во всех православных храмах состоялась панихида по казакам, пострадавшим во время геноцида. Ранним утром лабинские казаки пришли в храм святого благоверного князя Александра Невского. Эту службу посвятили памяти казакам, погибшим в годы репрессии. 24 января отмечается 99 лет со дня выхода секретного циркуляра Оргбюро ЦК РКП о массовом терроре против казачества. Этот документ, подписанный председателем ЦИК, вошел в историю как Свердловская директива. Исполнение этой директивы стало первым в 20 веке геноцидом, уничтожением людей по этническому признаку, от которого казачий народ понес огромные, до сих пор неисчислимые потери. Вот сегодня мы в очередной раз собрались, чтобы отдать дань памяти тем, кто невинно пострадал в результате вот этих политических репрессий. Здесь сегодня очень много молодых казаков. Прежде всего, все эти мероприятия проводятся именно для них, чтобы вы помнили, что случилось 100 лет тому назад. И никогда эти события не повторились ни на Кубани, ни на Дону, ни по всей. На молитве стояли атаманы и казаки, а также их юные последователи. В завершении службы настоятель храма отец Петр назвал мероприятие важным в плане сохранения памяти о казаках, которые погибли в результате репрессии. В завершении молебна шестеро молодых казаков присягнули на верность кубанскому казачеству. Обещаю верой и правдой служить отечеству, церкви православной и кубанскому казачеству, свято хранить казачьи традиции и обычаи. Новобранцев, вступивших в ряды городского казачьего общества, поздравили настоятель храма и атаман. По уставу Лобинского городского казачьего общества казаки проходят так называемый испытательный срок. Они достойно прошли испытательный срок. И сегодня на прошедшем сборе казаки были приняты в казачье общество. И сегодня приняли присягу. Присяга принималась традиционно и до революции. Первая присяга принималась в станице. И вторая уже на действительной службе казаки присягали императору. По окончании богослужения все казаки собрались возле памятника погибшим казакам, чтобы еще раз вспомнить о событиях того времени. И все были едины в одном мнении. Допустить братоубийственной войны нельзя. Участники мероприятия возложили памятнику цветы. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА. Студенты аграрного техникума побывали на экскурсии в полиции. Это мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Побывав в отделе, в качестве гостей многие заинтересовались перспективами службы в органах внутренних дел. Подробности у Людмилы Никоновой. Если театр начинается с вешалки, то полиция с дежурной части. Именно она стала первым подразделением знакомства с работой Лабинского отдела. У нас проходит акция «Студенческий десант». Слышали об этой акции? То есть вы, как учащиеся, все равно участвуете в общественно-политической жизни нашей страны, нашего города. Должны быть в курсе, как работает полиция, какие задачи выполняет полиция в следующий момент. Где принимают заявления, как оформляются происшествия, у студентов масса вопросов. А еще заинтересовались средствами защиты. Самые активные даже примерили бронежилет. Во дворе отдела ждал сюрприз. Дрессированная собака вызвала положительные эмоции. Специально обученное животное без труда обнаружило запрещенный предмет. Кинолог поделился секретом тренировок. Изначально делаются закладки. Пороховые с патронами, тротил, х-1, все что угодно. Вместе с баночкой, вместе с тормой. Музей отдела его посещают многие. Он интересен и школьникам, и ребятам постарше. Наши экспонаты показывают нашу жизнь, в которой мы непосредственно работали. Наши коллеги, наши друзья, наши товарищи. На встречу со студентами пришел ветеран правоохранительных органов Михаил Дмитриевич Грдымов. Его рассказ впечатлил будущих агрономов и механизаторов. Документы, редкие фотографии, обмундирование – все бережно хранится на этих стендах. Полицейские чтут традиции и берегут историю. Наверное, в этот момент и появилось желание служить, признались гости отдела. Я побывал в МВД. Мне показали камеры, эффективность полиции, то, что их способность и их отработка. Мне показали эффективность собак, как они работают, то, что находят оружие, патроны и остальные запрещенные предметы. Показали бронежилеты, дали нам померить их. Проверили эффективность службы. Показали, как обращаются с задержанными. У меня желание было давным-давно, и сейчас я хочу служить именно в полиции, но больше всего я хочу в армию пойти, именно остаться по контракту. Даже очень было интересно, все мне понравилось, хотелось бы даже в этот момент здесь работать. Принял участие в десанте студенческом, все понравилось, было великолепно, объясняли все, хотел бы в дальнейшем попробовать себя в этой сфере. Всероссийская акция «Студенческий десант» способствует популяризации профессий полицейских. Молодежь не просто побывала на экскурсии, увиденное и услышанное способствует воспитанию законопослушных граждан. Кстати, лобинские студенты с удовольствием участвовали в экспериментах и сами проводили лабораторные исследования. Дается магнитная кисть, магнитный порошок, и обрабатывается поверхность, и проявляется популярная линия. Полицейский должен иметь хорошую физическую форму, поэтому завершилась акция в спортзале аграрного техникума. Состязание определили сильнейших по восьми видам спорта. Действительная работа сотрудника полиции – это ответственная работа, которая требует больших усилий, больших знаний. Студенты остались довольны посещением. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Это все новости. Сразу после рекламы Ирина Берекова познакомится с прогнозом погоды. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok